Поезда остаются одним из самых востребованных видов транспорта. Только в прошлом году услугами РЖД воспользовались более 1 миллиарда пассажиров в пригородном сообщении и 110 миллионов человек в дальнем следовании. О развитии рынка перевозок сегодня обсуждали начальник Горьковской железной дороги и глава Чуаши. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Инфраструктура железной дороги развивается. Так, для безопасности движения поездов необходимы современные комплексы путевой блокировки. Ключевыми производителями систем автоматики выступают предприятия республики. Глава региона отметил, что объемы заказов на продукцию повышаются. Олег Валентинович Белозеров, президентом российских железной дороги, мы обсуждаем разные вопросы касаясь безопасности, автоблокировок и ряд других вопросов. Наши организации промышленного комплекса сотрудничают, участвуют на конкурсах, выигрывают эти конкурсы, конкурируют мировыми компаниями. Это тоже очень важно. Ну и ваша вся управленческая команда настроена на наш общий результат, чтобы повышать качество жизни. Пассажиры своевременно доезжали, возвращались без каких-либо проблем, сбоев. Всего же в этом году на реализацию инвестиционных проектов республики РЖД направит порядка 2,5 миллиардов рублей. Продолжают развиваться и вагонные и грузоперевозки. В перспективе железные дороги должны разгрузить автотрассы от большого потока фур, а главное пробок. Мы, как обычно, весенний осмотр Казанского региона, который будет и Чувашия. И традиционно хочу вас поблагодарить за то, что нашли время встретиться, обсудить вопросы. Нам необходимо, наверное, на перспективу посмотреть по совместной реализации программ по нацпроектам, в том числе и завоз. И это нам интересно. И вам дороги надо свои автомобильные беречь. Поэтому мои специалисты с вашими специалистами договорились встретиться и какую-то среднесрочную программу отработать. Михаил Игнатьев отметил, что в решении рабочих вопросов между регионом и управлением Горьковской железной дороги налажено конструктивное взаимодействие. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика.